итак ну что ж ариару мои маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона как всегда ваш покорный слугам амору и это великолепная игрушечка фактория с модом красторио 2 и space exploration как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю за кадром произошли кое-какие в какой-то степени маломальские изменения в частности я пытался все это время на нашей орбите колледиуса разобраться с рудой которая здесь добывается и перерабатывается а именно с бериллием из-за того что его как мне показалось слишком мало как-то у нас перерабатывается я сделал себе еще один такой же цех который по сути является идеологическим расширением предыдущего цеха и потихоньку здесь в принципе все процессы происходят меня это такой вариант даже немножечко устраивает таким образом борелия стала гораздо больше на орбите благодаря чему в принципе некоторые изучения даже очень эффективно идут также я по мелочам занимался всякой автоматизации например вот здесь вот на орбите у меня появилась вот такая вот небольшая установка которая избавляется от всего ненужного материала в виде стали стали действительно здесь копится какие-то безумно большие количество и избавляться от нее как мне кажется ну просто жизненно нам необходимо потому что даже несмотря на все мои усилия и здесь накопилось аж 6 контейнеров полных это даже не учитывая те контейнеры которые здесь у меня расположены в этой же серии как я и говорил я хочу заняться зелеными исследовательскими пакетами и начать нужно как всегда с первых пакетов здесь как мне кажется очень интересны все ветки развития нас ожидают и в принципе очень много интересного нас ждет как минимум хотя бы потому что рецепты создания гораздо более замудренные как мне кажется и более ступенчатые вот такой вот целый кластер производственных цепочек нам требуется для создания всего двух исследовательских серверов с этими всеми материалами это даже не учитывая тот факт что мне здесь потребуется как ни странно вот эти желтые исследовательские сервера но пока я не буду их делать но возможно как-нибудь я изменю свое решение в будущем и начать все это мне безобразие как ни странно нужно именно с витамиланжа как раз к этому мы цветущий витамиланж предыдущей серии с вами и добывали здесь есть небольшая неувязочка по крафтам по созданиям ведь он не учитывает весь пряный витамиланж который у нас пойдет в обратном процессе переработки именно вот в этой части но я думаю сейчас это мы все сможем быстренько поправить как только начнет все это строится главное примерно хотя бы рассчитать количество создаваемых ресурсов а для этого нужно мне для начала улететь на орбиту и уже там заниматься всеми этими делами нашими расчеты в принципе у меня все готовы и мне по сути своей ничего не мешает для того чтобы начать производство и вот у меня что получилось часов за 10 здесь сделать небольшая системка по переработке соответственно сюда весь витамиланж поступает здесь он идет по термодинамическим центром вместе с вулканическим кирпичом конечно же это все вырабатывает метан метан я пока что складирую здесь вот себе в резервуар отдельный и получаем мы при этом всем процессе пряный витамиланж а также его экстракт конечно же и тут такая же примерно схеме работает как и с ураном соответственно здесь я сделал некую схему оля обогащение урана где пряный витамиланж и обычный витамиланж у меня здесь по кругу ходят сортируются и таким образом у меня получается экстракт витамиланжа собирать приятных для меня количествах все зависит соответственно от того количества которое я хочу здесь собирать ну и сами ты милаш здесь у меня тоже складируется непосредственно для этой всей схемы то есть сюда он не поступает чтобы здесь он мог отсюда уходить и здесь он постоянно скапливался а сюда не поступает излишка поступающий прямиком из вот этой всей переработки следующая схема здесь предназначен для того чтобы производить биологические отходы из дерева как мне кажется это самый простой на данный момент метод есть разные методы конечно же но как мне кажется сейчас вот данный метод более эффективен тем более что биологических отходов мне нужно не в таких больших масштабов я надеюсь ведь как ни странно эти биологические отходы можно потом перерабатывать из загрязненных биологических отходов а также из загрязненной космической воды которые впоследствии будут здесь производиться в гигантских масштабах я конечно же надеюсь на тех схемах воспроизводства производить эти самые отходы также часть этих отходов есть получил благодаря вот этой схеме очистки я могу загрязненный мусор перерабатывать в обычный мусор и соответственно попутным процессом при всем этом является как раз биоотходы которые я Собираю и поездом сюда доставляю Конечно их сейчас очень маленькое количество И требуется гигантское какое-то колоссальное количество Дерева, но и меня пока что данный Масштаб устраивает, после окончательной постройки Всей этой схемы, если я вдруг Конечно же увижу, что ну Не хватает, честно говоря не хватает Биологических отодов, только после этого я буду Настраивать, и хотя если верить калькулятору Здесь требуется аж 16 целых Линей конвейеров дерева, я просто Теплиц столько не напасусь, сколько требуется Здесь этой древесины, даже не говоря Уже о количестве энергии, которое потребуется Чтобы сюда их доставлять, хотя вроде как По исследованиям есть какие-то схемы, которые Позволят улучшить эти процессы Выработки биоотходов Но об этом чуточку позже, когда мы достигнем Нужных изучений, дальше имея витамиланж Разного рода, мы Должны производить вот эту вот розовую Жидкость в виде питательного гения Конечно же весь метан, который здесь складируется Мне пока что не нужен, и я хочу от него Избавиться, поэтому первым делом в приоритете Я избавляюсь его при помощи Рецепты, которые требуют в себе метан Но так как его много и на все Процессы, конечно же, метана мне не хватит Здесь есть второстепенный рецепт Который действует до определенного заполнения Он же отличается Тем, что требует в себя еще и уголь Угля мне честно не жалко Здесь две схемы нужны, в первую очередь для того Чтобы в приоритете избавляться от ненужного На данном этапе метана Если же мне метан где-то понадобится, то мне проще Его на самом деле добывать и перерабатывать Нежели вот здесь вот его как-то использовать Получая пряную жидкость, мы производим При помощи этого баки с питательным веществом По сути, все до ужаса просто Некоторые рецепты и вот эта вот Биологическая жидкость И дальше идет небольшая такая замысловатая схема Где также требуются биоотходы Клорид лития, который также Доставляет сюда посредством доставочных пушек И получаю я при этом себе Огромные резервуары С жидкостью Сначала я получаю загрязненную космическую воду Которую очищаю Получаю загрязненные биоотходы, которые буду перерабатывать в дальнейшем Но пока у меня просто здесь на это место нет И возможно где-то вот здесь вот придется сделать отдельную станцию по обеззараживанию Ну и соответственно весь мусор, который здесь производится Я тоже успешно получаю Главный вот этот вот центр генетики Нужен для того, чтобы производить вот эти генетические данные Которые в свою очередь требуются для производства биоликультур Которые уже в свою очередь идут на производство вот этих вот биомасс У меня за все время скопилось какое-то количество И по сути, по сути своей Все это сейчас производство упирается лишь в один фактор Не в хватку биоотходов Но как я уже и говорил Об этом мы будем заморачиваться чуточку позже Когда же достроим всю полностью схему И уже будем видеть всю картину целиком Так как я научился производить биомассу Значит мне никаких проблем не составит Для того, чтобы продолжить все эти исследования И изучение А именно мне нужно сейчас создать три типа данных И прийти к производству биологических каталогов Это должно быть все до безумия легко И в таком случае давайте, пожалуй, приступим Ну и в итоге эта вся схема выглядит вот так Здесь мне пришлось провести еще линию с охлаждением Но это потом, да разберемся с этим Ведь у меня, как ни странно, охлаждения по-прежнему не хватает И видимо придется снова его наделывать И снова, видимо, увеличивать вот эту всю систему Ведь каким-то образом у меня вот эта вся терможидкость умудрилась забиться Даже терможидкость минут 10 градусов Цельсия умудрилась забиться каким-то образом Непонятным совершенно мне И видимо что-то здесь надо менять Особенно что-то менять придется вот в этой схеме Как бы мне не хотелось, но возможно придется сделать сброс давления Но это будет как крайняя мера Что же поменялось в основном здесь? Здесь стоят все установки, которые производят данные И как ни странно, они упираются в то, что мне не хватает биологических данных А именно биологических отходов Случилось то, чего я так очень сильно не хотел И мне скорее всего придется на наивися строить какую-то очень гигантскую схему По отправке дерева сюда И видимо я и за имуществом за кадром Способов этих биоотходов-то получать не так много Можно конечно их из биомассы получать Мы получаем 30 биоотходов Но непонятно насколько это эффективно Сколько мы при этом биоотходов тратим Для того, чтобы произвести всего одну биомассу Это ну такое себе Даже учитывая, что получаем при этом биомусор Есть ли только другой какой-то альтернативный способ получения биомассы Но к сожалению о таком я не знаю Ну есть еще вариант получения биоотходов из рыбы Соответственно из дерева, который я сейчас использую И вот еще есть один ресурс с помощью экспериментальной биомассы А также биоотходов из витамиланжа Вот этот рецепт мне безумно нравится И я надеюсь на него в скором времени перейти Но вопрос как скоро появится он у меня Что касается экспериментальной биомассы Я в душе без понятия что это такое И зачем это мне нужно Пока этот процесс идет Идет он крайне медленно Меня это конечно же не устраивает Я буду за кадром его ускорять Ускорять его буду посредством увеличения количества дерева И здесь биохимические центры Которые располагаются и могут здесь в принципе производить эти биоотходы Но это как я уже сказал будет за кадром В итоге все эти данные мы собираем по классической схеме Получаем сначала вот эти вот биологические каталоги Каталоги переделываются в биологические открытия Все это вместе собирается И мы получаем на выходе потихоньку, помаленьку Исследовательские биологические пакеты Какое-то время так как я строил всю эту схему Они уже успели в маломальском масштабе понакрафтиться И за где-то за минуты 5 я получил их 80 практически штук Это конечно же маловато Но тем не менее думаю на начальном уровне мне вполне хватит Для того чтобы что-то изучать Тем более что пока я тут буду все делать Это может полностью работать в автономном процессе И как только я сделаю более ускоренную выработку дерева на наивисе Я думаю здесь дела сразу пойдут в гору Мне очень нравится на самом деле все исследования Которые здесь доступны становятся Для начала мне по-хорошему нужно будет выйти во вторые исследовательские каталоги Но это будет чуточку позже Даже какие-то кусаки нам доступны станут Мы можем их создавать На самом начале по-моему у нас была одна Но зачем они нужны толком вообще непонятно Ну и самое основное и самое приятное на самом деле Без иронии будет сказано Мне доступны теперь био улучшения Есть несколько этапов этих био улучшений И самые как на мой взгляд приятные био улучшения Это количество слотов инвентаря У меня с этим есть с недавних пор большие проблемы Ну в принципе инвентарь не будет никогда лишним И я так с новыми видами био улучшений смогу их постепенно-постепенно открывать Как всегда на первом этапе био улучшений Немного чего полезного может оказаться Но я уверен что потом в будущем у меня получится Много чего приятного Чтобы с помощью комбинации всех видов исследований создавать В таком случае я с вами на данный момент прощаюсь За кадром мне предстоит гигантская колоссальная работа По созданию биологических теплиц Которые я смогу перерабатывать в отходы Жаль что я не могу создавать это конечно же на орбите И никаким образом жучу слизь Я не могу использовать на орбите Но такова сборочка таковое ее ограничение Она буквально заставляет нас тратить дополнительное время Ну и в таком случае пожалуй пока что на этом все Всем спасибо что смотрели У микрофона был как всегда Ваш покорный слугам Амуро и Терри Глебина Игрушечка Факторио Всем удачи, всем пока, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok